Содержание новых тротуаров на управляющих компаниях, оплата за их обслуживание на собственниках. Вопрос уборки прилегающих к домам территорий стал одним из основных на заседании Общественной комиссии по реализации программы формирования комфортной городской среды. Все подробности у Анастасии Пономаревой. На заседании Общественной комиссии подводят итоги благоустройства. В городе появились новые скверы и аллеи, обновлены дворовые территории. Каждый объект на всех этапах строительства и окончания работ принимали представители общественных организаций, где нужно делали замечания, которые подряд на организации устраняли. Теперь, когда работы завершены муравленковцам, важно сохранить все, что сделано в рамках благоустройства. На заседании поднимают вопрос об очистке новых пешеходных дорожек во дворах. Тротуар – собственность дома, а значит жильцов. Управляющие компании сейчас проводят работу с собственниками в части включения в квитанции нового вида услуг и их оплату. Все тротуары, которые построены возле жилых домов, должны быть переданы на управление и на обслуживание управляющим компаниям. Я подчеркиваю, абсолютно все. Вот эту работу нужно проводить, нужно договариваться, искать компромиссы во многих отношениях. Каким образом это делать, будем дальше смотреть. Глава города подчеркивает, в Муравленко проведут комплекс кадастровых работ, и каждый дом получит свой участок. Вне всякого сомнения, мы идем по этому пути. Это не потому, что мы так придумали. Участие в программе «Комфортная городская среда» возможно только при условии того, что земельный участок данного дома стоит на кадастровом учете и включает в себя в том числе прилегающую территорию. Это и проезд, это и тротуар. На заседании обсудили и планы на 2019 год. Уже прошли обсуждения с жителями домов. На портале «Живем на севере» определились участки, которые нужно благоустроить в первую очередь. Пока в программе шесть дворовых и минимум три общественных территории. Муниципалитет предлагает поучаствовать в благоустройстве и предпринимателям. Очень бы хотелось, чтобы собственники, либо арендаторы, хозяйствующие, субъекты тех территорий, которые будут благоустраиваться в последующем, начиная с 2019 года, тоже нас услышали и подключились к реализации этих мероприятий по своим территориям, по своим зданиям. Такие примеры были в этом году. Например, «Ямалкоммунэнерго» обновил здание тепловых пунктов. К благоустройству подключились и сотрудники офиса, который находится рядом с аллеей Зотова. Люди понимают, совместными усилиями можно сделать город еще комфортнее и уютнее. Анастасия Пономарева, Антон Иванов, Новости Муравленко.